Играю на ческом с международным мастером из Сербии. Пойду Е4. Давно этот ход не делал. Он идет во французскую. И, наверное, конь С3 здесь пойду. Теперь забрал и слон Д3. Не хочу особо мудрить. Что-нибудь попроще сыграю. А3 теперь уходит слоном. Ну и здесь уже выйду Ферзь Ф3. Пропущу коня на Ф4. И, может быть, он потом пойдет на Ж3. То есть хочу дождаться короткой аркировки со стороны соперника. И, может быть, после этого какую-то атаку создам. Конь Ж3. Не хочу пока размениваться. Еще ладью сейчас, подведу. И потом уже коня. Надо, наверное, на Ф5 подключать. Или слона. Ну и, кстати, еще есть план с Ж4. Попробовать укрепиться на этом поле. Пока размен массовый. И на ладья Е8, наверное, уже Ж4. Чтобы не отсиживаться в обороне. Хотя еще есть вход слона Х6. Только сейчас увидел, что я мог его сделать и раньше. Ну, здесь, наверное, уже проходит конь Х6. И ферзь Ф5. Подвязав ферзя, теперь он вынужден бить только слоном на Д4. И я смогу уже забрать пешку Х6. Подключил ладью. Хочу ее, наверное, на Ж3 перевести. Правда, уже конь Д4. Вот это я только что заметил. Неприятный ход. И все разменивается. Ферзей менять как-то не хочется в этой позиции. А как от этого уклониться? Это вопрос. Но есть ход конь Е2. И на конь Д4 уже взять конем. Теперь забрал. И уже тут можно побить потом на Х6. Но погибнет пешка Б2. Поэтому снова уклоняюсь от разменов. Хочу воспользоваться статически слабой позицией короля. Нужно как-то ладью подключать к атаке. Либо ладья Б1, ладья Б3. И потом перевести. Или сделать это через Ф4. Тоже неплохой вариант. Наверное, так попробую. Правда, своего короля тоже немного раскрываю. Но вот слон А6 не дает бежать к королю соперника. Ладья Е8, мне кажется, неточность, промедление. Он никак не воспрепятствовал моему плану. Поэтому сейчас ладья просто пойдет на Ж3. Не вижу спасения от этого хода. Можно сделать предсмертный шаг. Или слон Д4. Но решает сразу слон Ж7 пойти соперник. И здесь я его связываю. И здесь, наверное, уже удовлетворительной защиты у черных нет. Разве что Ф5. Но просто выигрываю Ферзя тогда. Ф6. Можно забрать, кстати, и слоном. Все равно отдает Ферзя соперник. Здесь уже идет довольно-таки простая реализация. Позиция с дебюта была, я думаю, абсолютно равная. Но как раз план с атакой на короля у меня удался. Он свою контр-игру организовать не сумел. Субтитры сделал DimaTorzok